Воздух, который через решетки поступает, внутри компрессора фильтр, он там забор производит и подает в систему. Начинается весь процесс, что называется, из воздуха. Его по специальным трубам отправляют на переработку. Именно так и делают медицинский кислород. Простыми словами, сложное производство можно описать так. Воздух очищают, в том числе на молекулярном уровне охлаждают, разжижают и отделяют сам кислород. Перед вами бустер-детандер с компрессором. Это один из самых сложных и ответственных агрегатов в линии. Здесь происходит охлаждение воздуха путем его расширения. Данный агрегат представляет собой компрессор, вот он с нами. И там внутри, где замерзло, там детандер, где происходит охлаждение воздуха. Работает на больше 50 тысяч оборотах данный агрегат. То, насколько кислород холодный, можно наглядно увидеть уже на улице. Так, в этих колоннах при температуре от минус 170 до минус 180 градусов кислород отделяется от азота. И уже жидкий по этим трубам он перемещается в емкости для хранения. Посмотрите, несмотря на то, что на улице больше 20 градусов, здесь лежит снег. Кислород хранится в резервуарах. Каждый вмещает в себя 20 тонн. Качество проверяют на всех этапах производства. Мы сейчас для лаборатории в специальный сосуд отбираем чистый кислород на анализ. То есть это уже продукция предприятия. Как можно видеть, по приборам здесь 80% кислорода. Зрелище очень красивое. Но я попрошу вас немножко отойти подальше. Это небезопасно. Отходим и наблюдаем. Именно так выглядит чистый кислород. После канистру с кислородом относят в лабораторию. Сейчас мы определяем объемную долю кислорода, то есть его концентрацию. Концентрация у нас кислорода 99,7% не менее. Так что качество соответствует всем нормативным документам. Производство автоматизированное. Однако контроль специалистов на каждом этапе. Мы сейчас набираем уровень жидкого кислорода в конденсаторе колонны и следим за его частотой. Здесь на компьютере в прямом онлайне видно его частота 99,91. Стараемся держать примерно в таком вот. Процесс очень сложный такой, интересный и постоянно нужно контролировать. Илья – начальник смены. И последнее время от своей работы получает только удовольствие. Все супер, новое производство, оборудование тоже новое, то есть все великолепно, по последнему слову техники. Работа – одно удовольствие. Удовольствие во многом и от того, что каждый здесь чувствует на себе особую миссию. Ведь именно с помощью такого кислорода спасают жизни тяжелобольных пациентов. Конечно, это очень важно. И судя по тому, что рост заболевших растет, то потребность в кислороде необходима. Поэтому мы и работаем для этого. Необходимость такого производства доказала пандемия. Во время пиков заболеваемости коронавирусом кислород приходилось в прямом смысле добывать из разных источников. Первая производственная линия этого завода открылась почти три месяца назад. О важности предприятия тогда говорил и глава региона. Сложные времена были. Поэтому сегодня этот завод является гарантом здоровья всех жителей Северного Кавказа. И это без преувеличения скажу, потому что мы, я знаю, как мы помогали друг другу главами, как мы друг друга приободряли, кислородом делились всем. А сегодня мы на территории Северного Кавказа имеем такое производство. Сейчас местный кислород проходит лицензирование. И затем он будет вправе считаться медицинским и начнет поступать в медучреждения региона. На финишную прямую выходит и запуск второй линии. Всего же в месяц здесь смогут производить 600 тонн кислорода. Прежде всего поставки планируем осуществлять в медицинские учреждения, поскольку этот проект и был создан для того, чтобы обеспечить прежде всего Ставропольский край, а также субъекты Северокавказского федерального округа кислородом. Все помнят те проблемы, которые были в 2020-2021 году по поставкам жидкого кислорода. Это была большая беда на самом деле. Его не хватало, а это человеческие жизни. Это предприятие покроет потребность в кислороде всех медицинских учреждений Ставрополья. Ну а за производством из воздуха наблюдали Анастасия Зубрицкая и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова